Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В эту ночь Краснодарский край принял на себя удар зимней стихии. В оперативном штабе гражданской обороны и чрезвычайной ситуации с утра в режиме видеоселектора города и районы докладывали ситуацию. Ледяной дождь прошел и над Анапой. В ряде населенных пунктов социально значимые учреждения остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся. Городской телефон приемной мэра работает в круглосуточном режиме. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. По всему краю, несмотря на то, что стихия обрушилась на населенные пункты ночью, сразу же начались аварийно-восстановительные работы. В оперативном штабе гражданской обороны и чрезвычайной ситуации в режиме онлайн-конференции отслеживали ситуацию и принимали совместные решения. Прогноз погоды на предстоящие дни неутешительный. На заседании рабочей группы комиссии по предупреждению ГУЧС звучит прогноз погоды на предстоящие дни. Зима вступает в свои права наиболее решительно в северных районах края. Но и нам погода расслабиться не дает. По итогам обледенения на заседании штаба принято решение с 12 часов вторника перевести такие организации, как Кубанинерго, НЭСК, Анаповодоканалы и Теплоэнерго на повышенный режим функционирования. В связи с этим организовано круглосуточное дежурство и усиленные меры реагирования, а также задействованы объектовые резервы. Заместитель главы города Алексей Харитонов докладывает о том, что в Анапе работают 14 аварийно-восстановительных бригад. Из них 5 прибыли к нам из Новороссийска. Работают также две бригады от МБУ службы спасения. Они задействованы на распиле деревьев, рухнувших на провода и проезжую часть. В Анапе полностью этой ночью были обесточены такие населенные пункты, как Большой Разнокол, Хутор-Вестник, Веселая Горка, Чекон и Верхний Чекон. Частично стихия лишила света Гастагаевскую, Благовещенскую, Уташи, Джигинку. Восстановительные работы ведутся во всех населенных пунктах. Когда появится свет в домах, зависит от ущерба причиненного стихии. Но делается все для того, чтобы этот выпуск новостей вы сегодня уже смогли посмотреть. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Этой ночью обычный холодный дождь вдруг перешел в разряд ледяных. Обледенение проводов электропередач переросло в фейерверк рухнувших во многих местах проводов. Всю ночь специалисты проводили восстановительные работы. Утром, сразу после планерки, глава города Сергей Сергеев отправился в станицы, на которые особенно пришелся удар стихии. Хотелось бы все это назвать зимней сказкой, по которой мы в Анапе всегда откровенно скучаем. Если бы снежная королева, взмахнувшая этой ночью своей ледяной палочкой, превратила потоки дождя просто в красивые сосульки на деревьях. Вместе с главой города Сергеем Сергеевым мы едем в станицы, где непогода лишила жителей электроэнергии. Силу стихии жители Гастагаевской ощутили в полной мере. Какое яркое свето-представление, когда провода, наверное, деревья стали как-то рушиться, провода стала рвать и начала мигать. Все, конечно, испугались, на улицу выходили. Ну, сейчас люди как живут у всех, есть свои станции. Позаводили станции, потому что котлы у всех дровяные или угольные. Соответственно, ну, жуть, конечно, была большая, потому что деревья стали трещать, стали отпадать ветки, рушиться на заборы. Вот утром уже, когда вставали, шли на работу в 7 часов, темно было везде. Деревья лежали, конечно, везде по земле, заборы были повалены на улицах, люди, соседи, перелазили через забор, потому что полностью во дворе свалила вишня полностью везде. В детском саду номер 30 – первая остановка. В котельной уютно гудит огонек в котлах. Подача тепла не прекратилась. Ну, у нас есть генератор, мы сразу же запускаем генератор, все, и подаем тепло. Сергей Павлович осмотрел детский сад, где сегодня современным Каю и Гердам было бы не очень уютно. Хотя температурный режим вполне приемлемый для детворы, глава соглашается с заведующей детским садом Людмилой Сергеевной, что сегодня детям лучше побыть дома. Электричества-то нет, и поэтому глава предлагает план действий на предстоящие зимние холода. Вы детей не приняли по причине, давайте причину перебирать. Печи не работают, так? Да. Прачечная будет, не работает. Давайте обозначим минимальный круг для того, чтобы детей принять при отсутствии электричества. Сколько нужно для кухни? Да, кухня, что еще должно работать? Вы сейчас подумайте, и вы должны мне сказать, что для того, чтобы мы были независимы от внешнего источника питания, имели свой, нам надо генератор, допустим, 20 кВт здесь, который мы запустим и будем принимать детей и будем работать. Глава интересуется заработной платой работников детского сада. Воспитатели более-менее перестали жаловаться, что у них не хватает маленького заработка. Вакансии есть у вас? У нас вакансии нет. Первый признак того, что зарплата маленькая, условия труда плохие, это люди уходят. А у нас все эти вакансии, у нас есть обучили старые. Минуси 36, если у воспитателя будет даже 20-25. У нас есть 20-25, 26 даже. Для станицы? Да. В ходе встречи с главой Гостогаевской главный вопрос о том, когда восстановят электричество в станице. Настоящий хозяин Сергей Павлович пеняет главей на неприглядный фасад администрации станицы. Заходит посмотреть, как идет ремонт в станичном совете ветеранов. По пути еще один детский сад. Здесь тоже поддерживают режим экономного обогрева помещения. Но вокруг детского сада даже беглый взгляд на деревья дает возможность понять, что летом никто обрезкой их не занимался. Удивительно ли, что сегодня обледеневшие деревья рвут даже самые мощные провода электропередач? Да, это стихия, подчеркивает глава. Но к ней надо быть готовыми с лета, и противостоять ей надо заранее. Может быть, поэтому так много внимания Сергей Павлович в своей работе уделяет уходным работам за зелеными насаждениями. Сегодняшнее обледенение еще раз доказало справедливость его требований. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Жители села Джигинка тоже остались без света. Обледеневшие линии электропередач под тяжестью льда рвались, как хлопчатобумажные нитки, а деревья ломались, как спички. Такое сравнение стихии сделали жители Джигинского сельского округа. В Анапе нет ни льда, ни снега. Но начиная от Уташа и дальше к Джигинке погода преподнесла неприятный сюрприз. Сломанные по тяжестью льда деревья и ветки перекрыли движение на центральной улице Советской Джигинки. На расчистку вышли все шестеро работников предприятия ЖКХ Джигинка и представители местной администрации. С полшестого утра убираем деревья все. Много завалов, обрывы проводов. Почти на каждой улице есть обрывы проводов. Ну и сейчас электрики, я смотрю, подъехали, пошли по линии, смотрели, чтобы десятка нигде порвана не было и будут устранять. Улицу Советскую освободили от упавших деревьев уже к 10 утра. А на других разбирают завалы и пилят ветки сами жители. На улице Комсомольскую, дом номер 57, упала опора линии электропередач. Хозяйка дома Лариса Юдина радуется, что не на дом, иначе куда было бы деться. Женщина воспитывает семерых детей. Я ночью вставала, смотрю, крен, думаю, ну вот точно упадет. А если бы туда упал? А если бы туда упал? Электричество отключено, провода лежат вдоль дорог и дворов. Работы аварийным бригадам предстоит много. Занятия в школе Джигинки отменили. Закрыт детский сад. Информация о ходе работ постоянно поступает в администрацию города-курорта. Последствия стихии устраняют. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-регион. Снос самостроя по адресу улица Крестьянская, 3, постоянный контроль за стройками в городе, информационная поддержка СМИ принесли ожидаемые результаты. Застройщики стали прислушиваться к политике властей города. Хозяева земельных участков подали 70 заявлений об изменении целевого назначения земли. Законопослушных застройщиков поддержат, нарушителей будут наказывать. С таким заявлением выступила на планерном совещании первая вице-мэра «Напа» Светлана Яровая. О чем еще говорили на городской планерке, расскажем прямо сейчас. В СУКО сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам и задержали грабителя. В станице Гастагаевской совершено и сразу раскрыто дело о разбойном нападении на женщину 39-го года рождения. В ходе проверок магазинов и торговых точек из продажи изъяли 230 литров алкоголя без разрешения на реализацию. И хозяева трех магазинов понесут ответственность за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. На прошедшей неделе прошли плановые и внеплановые проверки иностранных граждан. Сотрудники полиции составили 19 протоколов о нарушениях. Шесть выходцев из стран ближнего зарубежья выдворили за пределы России. Отчитался о проведенной работе своих сотрудников начальник миграционной службы в Анапе Андрей Дубошин. Специалисты проверили 272 иностранных гражданина. Раскрыли 32 случая фиктивной регистрации. Троих нарушителей выдворили. Общая сумма взысканных штрафов – 72 тысячи рублей. С иностранных гостей и россиян, предоставивших условия для нарушений. Еще одна категория нарушений – самовольное строительство в городе. Показательный процесс сноса самостроя на улице Крестьянской 3 приостановил активность горе-строителей. 70 тоновчан обратились с заявлениями об изменении целевого назначения участков. Закон о послушных застройщиков власти города поддерживают. Нарушителей ждет наказание. За неделю у меня подписано 10 исковых заявлений на снос зданий. И я надеюсь добьюсь и меня поддержат правоохранительные органы и судебная система. Потому что у меня даже нет слов корректно объяснить ситуацию. Например, Евскина 18 получено разрешение в установленном законном порядке на двухэтажный магазин. Сегодня уже пошел сверху многоквартирный жилый дом. При этом имеют три этажа. Мы подали в суд. Застройщик тоже обратился в суд за разрешением на возведение уже семиэтажного здания. По факту нарушения проведут проверки. Светлана Яровая напомнила руководителям городских управлений. В прошлом году были приняты два основополагающих документа, которые должны стать настольными книгами для чиновников. Это генплан развития города и правила благоустройства территории. До конца недели начальники ответственных служб должны внести свои предложения и рассмотреть на сессии горсовета 6 февраля. Сформировать программы инфотуров для семейного и детского отдыха, подключиться к единой системе ситуационного центра и привести пляжи в порядок. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков поставил задачи на неделю. Мэр Анапы Сергей Сергеев протестировал руководителей на планерном совещании. Простой вопрос мэра многих сидящих в зале поставил в тупик. Куда звонить и обращаться анапчанам, если возникла чрезвычайная ситуация. Куда человеку обратиться? Он берет телефонный справочек, да? Я так думаю. У тех, у кого он еще есть. И начинает звонить. И вот, Олег Владимирович, я почему задержался, я не нашел телефона, куда человек может звонить в администрацию. Проще всего я поднял краевой справочник, который они каждый год, ну, и же работают, и обновляют. Очень мудро сделаны. И управление есть оглавление, и пофамильное есть оглавление, семинарное общество. И нашел анап, и нашел главу 3.16.36 при сервисе. Тогда у меня возникает вопрос, почему не этот телефон переключается на дежурного ночью. Телефон приемной главы города-курорта 3.16.36 должен работать круглосуточно. Ночью его переведут в режим доступа дежурных в администрации. Также круглосуточно можно обратиться за помощью по телефону 3.95.12. Телефон единой дежурной диспетчерской службы 3.20.94. По данным начальника отдела гражданской обороны, за год на этот телефон поступает до 120 тысяч звонков, 400 обращений в сутки и 600 за последние сутки из-за чрезвычайной ситуации в сельских округах. Напомним, ночью из-за обледенения в сельских населенных пунктах оборвались электропровода, лишив селян света. Последствия устраняют. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Это все новости на сегодня и в завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели «Диэмай» получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милано». «Диэмай» – живи красиво! В среду 22 января в Анапе облачно, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9, ночью до 6 градусов тепла. Ветер юго-западный 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 6 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова